Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Мама Алексея Навального обратилась к Путину и подала жалобу в суд. Евросоюз ввел санкции из-за смерти оппозиционного политика. США готовятся. В пятницу мы объявим о крупном пакете ограничений. Удар по полигону под Волновахой. Украина заявляет о гибели десятков российских военных. Шойгу говорит о зачистке плацдарма ВСУ у села Крынки. Обстрел Краматорска. И литературная цензура в России изымают из продажи Мураками и Достоевского. Об этих и других событиях дня сегодня понедельник, 19 февраля. Расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Мама Алексея Навального подала иск в суд Салихарда на отказ Следственного комитета России в выдаче тела ее сына. Как сообщила пресс-служба суда, жалоба поступила на незаконные действия и решения. Рассмотрение назначено на 4 марта. Заседание будет проходить в закрытом режиме. А накануне Людмила Навальная записала видеообращение к президенту Владимиру Путину. За моей спиной находится колония ИК-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день. Я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Мама Алексея Навального сейчас находится в Салихарде. У памятника жертвам политических репрессий, как и во многих российских городах, там организован стихийный мемориал. Людмила Навальная возложила к нему цветы. Она прилетела за Полярный круг сразу же, как стало известно о смерти Алексея Навального. В ИК-3 «Полярный волк», где ее сын отбывал наказание, ей сказали, что у них тела Алексея нет. Его перевезли в морг Салихарда, куда родных и адвокатов не пустили. О смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии сразу после прогулки Федеральная служба исполнения наказаний сообщила 16 февраля. Родным выдали справку о смерти, но тело не выдают, ссылаясь как раз на проверку обстоятельств смерти Навального и на то, что в течение минимум 14 ближайших дней будет проводиться химическая экспертиза. За несколько дней до смерти Алексея Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО с еще более жесткими условиями содержания, чем в камерах колонии особого режима. Сторонники политика считают, что его убили. Кремль обращение Людмилы Навальной никак не комментировал, но пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на видеообращение Юлии Навальной, которая заявила о том, что ее мужа, цитата, «убил Владимир Путин». Юлия Навальная, которая, я напомню, ранее заявила, что продолжит дело своего мужа, накануне встретилась с европейскими дипломатами в Брюсселе. Она призвала Совет ЕС по иностранным делам не признавать итоги выборов президента России, которые пройдут в марте этого года, и не приравнивать Россию к Путину. Всегда делайте различия между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать. Им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной, чтобы скорее вернуться домой. И вы тоже должны им в этом помочь. Европейский Союз потребовал провести независимое и прозрачное международное расследование смерти Алексея Навального. В заявлении ЕС говорится о систематических репрессиях в России. Несмотря на то, что массовых акций за гибели Навального в российских городах не было, силовики, тем не менее, задержали, по данным ОВД-инфо, почти 400 человек в 39 регионах. Однако политики Екатерина Дунцова и Андрей Нечаев подали в мэрию Москвы заявку на проведение памятной демонстрации в честь убитых Алексея Навального и Бориса Немцова. Акция запланирована на 2 марта. Разрешения от властей пока нет. Ну а на следующий день после гибели Навального МВД приказала своим сотрудникам установить личности москвичей, которые приносят цветы к мемориалам. Проходим дальше по пути следования, не задерживаемся, будьте аккуратны, здесь скользко. По крайней мере, так утверждает основатель проекта «Идите леса» Григорий Свердлин. Он опубликовал приказ, в котором говорится, что силовикам нужно круглосуточно дежурить у памятников жертвам политических репрессий в Москве. Это стена о скорби и Соловецкий камень. Некоторым задержанным у мемориалов выручают повестки в военкомат. Меня это, честно говоря, не удивляет. Мы все помним эшников, которые нас снимали на митингах последние 15, как минимум, лет. Мы видели новости про установку камер у разным памятникам жертвам политических репрессий. И вот вчера нам написал человек, и я знаю, что это не единственный такой случай, которого задержали на трое суток при возложении цветов, а нам он написал «Идите лесом», потому что, когда его освободили спустя трое суток, ему выдали повестку в военкомат. В МВД уже выступили с опровержением, заявив, что круглосуточного дежурства у мемориалов не организовывали. И теперь о ситуации на фронте. ВСУ ударили по полигону под Волновахой, на котором в тот момент было построение российских военных. Жертвами этого удара могли стать десятки человек, пишут провоенные телеграм-каналы, некоторые российские военные и русская служба Би-Би-Си. Полностью лежат четвертая и шестая роты, утверждает голос за кадром предположительно одного из российских военных. Украинская армия нанесла удар двумя ракетами из РСЗО «Хаймарс» по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, пишет Би-Би-Си. В распоряжении журналистов есть фото и видеозапись с полигона, которые были сделаны сразу после обстрела. На них десятки тел, но по этическим соображениям все их показывать нельзя. Всего по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих, 36-й гвардейской мотострелковой бригады в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек. Как написал Егор Гузенко с позывным «13-й», построение воинской части 06705 было организовано накануне днем. На полигоне, вблизи Трудовского, три роты военных ожидали командира 29-й армии генерал-майора Олега Моисеева. В телеграм-канале появилось свидетельство одного из российских военных, выживших при ударе, которые комментируют потери и критикуют командование. Вон, сука, достроили, в чистом поле. Командиры. Постоянным местом дислокации военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады, воинская часть 06705, город Борзя, Забайкальского края. Губернатор региона косвенно подтвердил данные об ударе по полигону, но при этом заявил, что распространяемая об этом информация недостоверна и сильно преувеличена. Он не уточнил, какое именно число военных погибло при обстреле. 45 тысяч погибших – это обновленные данные о потерях России в Украине. Именно столько имен удалось установить по открытым источникам журналистам и волонтерам. По меньшей мере, 6600 – это погибшие с октября 2023 по февраль 2024 года, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой в соседних с ней районах Донецкой области. По данным независимых журналистов, за прошедший год цифра подтвержденных потерь на 50% выше, чем за весь 2022 год. По количеству погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область России. При этом две трети всех установленных потерь – это те, кто не был связан с армией до начала войны России против Украины. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, бывших заключенных или завербованных частными военными компаниями. Журналисты ведут подсчет по открытым источникам и подчеркивают, что реальные потери могут быть как минимум вдвое больше. Так, по их данным, общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять более 113 тысяч человек. По оценкам американской разведки, на войне против Украины могли быть ранены или убиты по меньшей мере 315 тысяч российских военных. Официальные цифры потерь со своей стороны не раскрывают ни Москва, ни Киев. При отступлении из Авдеевки сотни украинских солдат могли пропасть без вести или попасть в плен. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на оценки самих военных и воскопоставленных западных чиновников. В СССР количество пленных не комментирует. Газета называет отступление ВСУ из Авдеевки хаотичным. Двое украинских солдат, с которыми поговорили журналисты, замечают, что пропасть без вести или попасть в плен могли от 850 до 1000 человек. Неназванные западные чиновники, как пишет «Нью-Йорк Таймс», находят эту оценку точной. Они утверждают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно. Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие изданию, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя. Ранее украинское командование сообщало, что несколько украинских военных действительно попали в плен, а в украинских телеграм-каналах публиковали видео возможного расстрела украинских пленных российскими военными. Оперативно подтвердить эту информацию в условиях боевых действий невозможно. Спикер группировки войск ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает попадание в плен сотен украинских военнослужащих. Он назвал это дезинформацией. Хотя ранее командующий на этом направлении Александр Тарнавский признал, что определенное количество украинских солдат попало в плен. Но количество он не уточнил. Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника несколько украинских военнослужащих попали в плен. Добавлю, что в Украине начали расследование расстрела при захвате Авдеевки шестерых раненых украинских пленных, предположительно российскими военными. Видео, на котором опознали тела бойцов ВСУ, появилось в сети. Мы его также не показываем из этических соображений. Россия обвинения не комментировала. Также в Минобороны официально не сообщали и о числе украинских солдат, взятых в плен при отходе ВСУ из Авдеевки. Из соседних с Авдеевкой городов и сел сейчас идет эвакуация мирных жителей. Линия фронта приближается, обстрелы становятся регулярными и более сильными. Например, от Курахова до линии фронта не больше 10 километров. И потому волонтеры вывозят отсюда и из соседнего Покровска маломобильных стариков и тех, чьи дома оказались разрушенными в результате российских ударов. А таких с каждым днем также становится все больше. Пожилые люди, покидая дома, в которых прожили всю свою жизнь и расставаясь с соседями, не могут сдержать слез. Но в то же время с горечью отмечают после взятия российскими войсками Авдеевки. Оставаться становится все страшнее. Невозможно уже терпеть дальше. Это что творится. Бомбят же, разбивают все нам. Ждать, пока и нас разобьют. Так что решилась и еду. Город постоянно под обстрелами. Так как они ближе подошли, стало удобнее стрелять им. Потому что город простреливается. Линия фронта находится в 10 километрах. Они уже дошли до Невельского. Тут осталось километра 20-30. Все. Разобьют и нас. Вы видели, как стирают свица земли города? Квартиру у нас разбило. И здесь вот только стекла удержали. Невозможно даже. Вы что? Разве можно так? Ложишься и не знаю, встанешь или ты не встанешь. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне отчитался президенту Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки в Донецкой области, а также коксохимического завода в городе. На административных зданиях предприятия выдружены российские флаги. Шойгу также сообщил, что российские войска продолжают наступление на запад от Авдеевки. А ВСУ оставили в городе много раненых солдат. Кроме того, по словам Шойгу, российские войска взяли под контроль село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области. Это действительно так. Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники. При этом в украинском командовании сообщения о том, что Крынки перешли под контроль российской армии, не подтверждают. Про российские военные блогеры сообщения Шойгу комментируют крайне осторожно и говорят, что источники смес событий пока не подтверждают сообщения главы Минобороны России. Газета New York Times, ссылаясь на открытые источники, пишет, Россия сейчас ведет наступление сразу на пяти направлениях. Четырех на востоке и одном на юге Украины. Это районы Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки на востоке Украины и в районе Работина на юге страны. По спреды стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется в годовщину ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля. Глава Еврокомиссии сообщила, что теперь в перечне санкций будет 2000 физических и юридических лиц. По словам Урсулы фон дер Ляйен, санкции сокращают доступ России к дронам. По данным агентства Reuters, в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц. Источники ТАСС сообщают, что под ограничения попадут физические и юридические лица не только из России, но и из ряда так называемых дружественных стран, в том числе из Китая, Ирана и Северной Кореи. О дополнительных санкциях в отношении России в связи со смертью в колонии Алексея Навального говорил вчера и президент США Джо Байден. Я пришел сказать вам, что мы объявим о санкциях против России. В пятницу мы объявим о крупном пакете ограничений. Ну а санкции в отношении сотрудников колонии номер 3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание Алексей Навальный, ввел Лондон. Под ограничения попали начальник Вадим Калинин и пять его заместителей. Великобритания подчеркнула, что стала первой страной, которая ввела санкции в связи со смертью Алексея Навального. Смерть российского оппозиционного политика в колонии в эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время» прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины. Частично, чтобы предотвратить дальнейшие достижения России, но и обеспечить одновременно возможность Украины освободить больше территории. И я глубоко верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина. Хорошая новость состоит в том, что только за последние несколько дней мы видели большие новые объявления, например, от Швеции, о более чем 600 миллионах долларов дополнительной поддержки, учитывая боевые катера, ПВО и значительное количество боеприпасов. Канада объявила о большой дополнительной поддержке, включающей в себя более 800 передовых дронов. И это дополняет заявление, сделанное Францией и Германией на прошлой неделе, предусматривающее миллиарды долларов дополнительной поддержки. Российские военные вновь обстреляли Краматорск и Донецкой области. Сообщается, что снаряды попали в промзону и в район жилой застройки. Вторая дверь направо, вторая. О, третья, третья. Там один проход будет. Один. Справа. Известно о как минимум шести раненых. Четверо из них – сотрудники коммунального предприятия. В момент обстрела они находились на рабочих местах. Двое других пострадавших шли по улице мимо здания в то время, когда в него попал снаряд. Частично разрушены 10 многоэтажных домов. Под обломками зданий, вероятно, могут оставаться люди. На месте продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и тушат возникший после обстрела пожар. Донецкая областная прокуратура сообщила, что выясняет тип оружия, которое Россия использовала для атаки. Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что целью удара была водопроводная станция, которой пользовались ВСУ. Она, как утверждается, находилась в жилой застройке. Что у нас осталось? У нас война. Что у нас осталось? Война у нас. С вашим житлом что? Нет. Одна водопроводная квартира живет. Мы летали, потом вылетел. У меня у детей то же самое. В Купинском районе Харьковской области в селе Петропавловка дрон камикадзе попал по машине сотрудников местной фермы. Они возвращались домой после работы. В салоне были три человека, двое погибли на месте. В Сумской области, по данным местных властей, в результате атаки погибла целая семья, мать, двое ее сыновей, бабушка и их родственница, которая приехала из другого города. В свою очередь, назначенные Россией власти Донецка сообщают о гибели одной жительницы. Ранения получили 10 человек. Воздушная тревога звучала сегодня и в других регионах Украины. Минобороны России с начала войны заявляет, что не обстреливает гражданскую инфраструктуру, а целями российских военных называет объекты ВСУ. Еще одна тема в завершении выпуска – литературная цензура. В России за так называемую пропаганду ЛГБТ из продажи изъяли 250 книг. Принадлежащие Сберу Marketplace перестал продавать некоторые произведения Оскара Уальда, Харуки Мураками и даже Федора Достоевского. Список книг опубликовали журналисты, его подлинность подтвердил Сбер. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Marketplace подлинность списка подтвердил, уточнив, что это не новость. Реестр был создан еще в декабре 2022 года, сразу после вступления в силу закона о пропаганде ЛГБТ. Тогда, например, интернет-магазин «Озон» снял с продажи книгу «Лето в пионерском галстуке», а платформа «Ридера» стала с помощью нейросети проверять свою библиотеку на предмет ЛГБТ-тематики. В конце прошлого года Российский Верховный суд признал экстремистским несуществующее движение ЛГБТ. И уже в начале этого года из поиска онлайн-магазинов и маркетплейсов также пропадал роман «Наследие» Владимира Сорокина. После нескольких жалоб со стороны активистов, издательство АСТ отправило книгу на экспертизу. Как сообщалось позже, пропаганды нетрадиционных отношений в тексте Сорокина не нашли. Что ж, на этом сегодня у меня все, но мы продолжаем следить за развитием событий и, по возможности, будем держать вас в курсе того, что происходит. Вы берегите себя и до встречи.